Последние столетия, два-три столетия человечества, это, наверное, столетия, когда массы людей переносились с места на место в невероятных, огромных масштабах. В масштабах, которых раньше не было. Может быть, до времен Чингисхана. Просто не было таких перемещений. А сейчас перемещения следуют одно за другим. Вот масса народу взяла и уехала из-за того, что происходит в Украине. Масса народа приехала из-за того, что им надо зарабатывать денег, а у них на родине этих денег они никогда не заработают. Масса народа переместилась за иллюзиями. Масса народа вернулась от иллюзий. И здесь, на этом полуострове, омываемом с разных сторон, и водохранилищем, и каналом Москвы, я понимаю, вот это перемещение людей особенно отчетливо. К слову сказать, канал Москвы, дорогие друзья, это место действительно страшное и построенное оно на жизнях, на людских жизнях, на жизнях десятков тысяч человек. Часть из которых оказалась вмурована, похоронена в самом этом канале. Жутковато, правда? И такие перемещения тоже бывают. Я увидел в новостях жутковато-забавный случай о том, как силовики Санкт-Петербурга провели рейд по мигрантам, в ходе которого было задержано 100 мигрантов, являющихся гражданами России. И они все были поставлены на воинский учет. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, описание подскажет, как поддержать мою деятельность, друзья. И знаете, да, в вашей поддержке я нуждаюсь именно благодаря ей, я и продолжаю вести свой каналчик. И нет, я не в Швейцарии, не где-то еще, это ближнее Подмосковье, всего 10 километров, но места здесь чудесные. Страшно представить, сколько стоит здесь купить домик, но добраться сюда, в принципе, вполне реально и общественным транспортом. Ходят автобусы, можно и зайчишкой, если уши прятать, прокатиться. Три пересадки на метро и несколько смен автобусов, и вот мы, наконец, здесь. В месте, где каждые три минуты пролетает авиалайнер. В месте, которое на самом деле олицетворяет собой движение. И перемешивание стихий. Вот вам стихия воздушная, тут же много воды, и еще есть автобусы. И знаете, меня поражает парадокс всей этой ситуации. Мало того, что заголовки скачут, много хороших, качественных журналистов уехало, и появились новые. Набирают новых, молодых ребят. Некоторые из них пишут с ошибками, многие из них не являются корифеями в русском языке. И тем не менее, тем не менее, как уместить в один заголовок то, что в ходе рейда против, в отношении мигрантов были задержаны 100 граждан России. А? А вдумайтесь вообще вот в эту жуткую хрень. Она говорит прежде всего о полном беззаконии, о дискриминации людей по внешнему признаку. Нет, нет, я вовсе не за то, чтобы моя родина была как проходной двор, но вдумайтесь. А вот четверть из них озаботилась. Получили каким-то способом, возможно, за взятку, весьма вероятно. То бишь, купили себе вожделенный российский паспорт. И что дальше? А дальше постановка на воинский учет. Посмеемся. И знаете, вот ездят люди на этих яхтах дорогущих, на катерах. Наслаждаются жизнью. Очень богатые люди. Очень богатые люди. А их предки строили канал Москвы. Но не сами. Они заставляли рыть двуногие экскаваторы. Живых людей. И потом многих из этих людей хоронили прямо здесь. Через этот канал идет питьевая вода. Люди пьют эту воду. Огромная городская агломерация. Клептос. Великий и ужасный. Воду пьют. Пьем с мощами великомучеников сталинского режима. Так? Так. Это все есть в открытых данных, дорогие друзья. И это на самом деле очень страшно. А самое страшное, это обыденность, с которой мы все уже принимаем. Насквозь привычно. Друзья, подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мою деятельность. Посмотрел я на это все и понимаю, не паспортом единым сыт человек, дорогие друзья. Надо иногда вовремя ласты сделать. Бетонные глыбы были очень скользко. Пока они андертальцы. О, ласты. Бетонные глыбы. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok